Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать книгу Advanced Frazzled Verbs in Use. И мы дальше находимся на третьем юните. Никак его не покинем. Но тема Frazzled Nouns это довольно интересная тема и она стоит того, чтобы ее разбирать. Итак, первое упражнение я уже как-то сделала. Теперь посмотрим, что собой представляют второе и, наверное, третье я пропущу. Я думаю, оно не очень интересное. Здесь ошибки исправлять надо. Меня больше будет интересовать 3-4, потому что здесь предполагается творчество, скажем так, или креативность какая-то. Короче говоря, здесь использование словаря должно быть. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Ну а сейчас попробуем сделать сначала 3-2. Перепишите предложение так, чтобы у нас из подчеркнутых фразовых глаголов получились Frazzled Nouns. Ну что ж, посмотрим, трудно ли это будет. Итак, two men who had stowed away in the container were arrested when police opened it. Два человека, которые ехали зайцами в контейнере, были арестованы, когда полиция его открыла. Имеется в виду контейнер. Итак, the police opened the container and... И далее, по-видимому, arrested. Далее, двух зайцев. И здесь у нас вот это Stowed away надо трансформировать в существительное. Здесь это фразовый глагол. Как это сделать? Во-первых, первое, что должно меня волновать, здесь у меня прошедшее время. Значит, сразу же его надо поставить в неопределенную форму. В неопределенной форме это будет вот так. Stowed away. Два слова. И если у меня не up и не off моя частица, значит, теоретически я могу просто взять, соединить два слова вместе и получить одно слово. Здесь идеальный случай. Здесь именно так все и будет. Здесь мне достаточно взять и соединить два слова вместе. И у меня легким движением руки получается Stowed away. И поставить еще множественное число, поскольку ребят было двое. И вот два зайца у меня налицо. Вот таким вот образом это делается. Но это идеальный случай, друзья мои, потому что здесь все просто. Здесь я в конце концов могу себя проверить в словаре, могу глянуть в словаре, понять, может, away stow или что-то такое. Нет. Здесь просто надо знать. Здесь никаких секретов, никаких правил. Здесь просто надо проверять себя по словарю. Правильно я угадала или неправильно. Далее второе. Переговоры с членами союза какого-то, поди его знай, что за союз, провалились после нескольких часов или спустя несколько часов. И у меня стоит начало there was a... Мне ненавязчиво намекают, что с этого брейкдауна надо будет начать. И я уже знаю, что будет. Я просто знаю эти слова, поэтому мне легко. Но в любом случае вот это брейкдаун, опять же, здесь прошедшее время. Поэтому мне надо сделать его настоящим. Брейкдаун имеет кучу значений. Одно из них это проваливаться, это не удаваться. То есть, по большому счету, здесь это fail. Поэтому все, что мне нужно будет сделать, еще сорваться. Кстати, переговоры сорвались, тоже как вариант. В любом случае у меня просто будет соединение двух слов в одно. Вот таким вот образом. Без дефизов, без ничего, абсолютно ничего такого. Просто соединяем два в одно. There was a breakdown in... И далее negotiations with union members. Вот это все я возьму и переставлю сюда, вот на это место. И у меня готовое предложение. Ладно, посмотрим третье. The management bought out the company in 2003. Опять все то же самое. Management выкупил контрольный пакет акций или выкупил компанию в 2003 году. There was a... И дальше bought out. Мне нужно сделать опять настоящее время или неопределенную форму. Я поставлю buy out. И вот у меня это и будет мое существительное. There was a buy out. Тупо переписываем все подряд. Вот таким образом. Я дальше не хочу даже продолжать. Далее четвертое. Last night all the workers walked out and the factory was forced to close. Прошлым вечером все рабочие вышли на забастовку в знак протеста там чего-то на фабрике. И фабрика была вынуждена закрыться. И здесь опять все то же самое. Та же самая техника. Я беру, убираю прошедшее время, оставляю инфинитив. И walk out у меня будет вот таким образом. Все просто. И последнее. Military forces are continuing to build up on both sides of the border. На обеих сторонах границы идет наращивание военной силы. И здесь the military build up. Здесь у нас вообще легко, потому что стоит инфинитив. Все, что мне нужно, мне нужно отбросить to и соединить все это. Но поскольку у меня хитрый предлог или частица, то у меня будет через дефис это писаться. Build up. И здесь, наверное, стоит поставить passive. Is being continued или что-нибудь в этом роде. И далее все то же самое. On both sides of the border. Без изменения. Окей. Второе упражнение было совершенно неинтересное. Посмотрим, что такое третье. В третьем нужно выбрать правильный вариант. Пользуйтесь словарем, если необходимо. И здесь у нас опять главная проблема в том, что правила нет. То есть просто нужно знать слова не более того. Итак, смотрим первое. Put out или output has increased this year and the factory is doing well. Выпуск продукции увеличился в этом году. Фабрика хорошо работает. Или у фабрики хорошо идут дела. И у меня put out явно не подходит. Нужно output. В чем здесь секрет? Секрет в том, что есть на самом деле и глагол put out, и глагол output. Здесь с нами играет злую шутку слово out, потому что в первом случае это у нас particle, как фразовый глагол, но put out, если мы посмотрим в словаре, это в основном гасить что-нибудь, гасить огонь в частности. Output – это выдавать продукцию, вообще чего-нибудь выдавать на гора, там, чего-то, какие-то результаты. И здесь out является приставкой, это не есть частица, и это, и output не является даже фразовым глаголом. Поэтому output есть глагол, и output есть существительное, это просто переход из одной части речи в другую, не более того. Ладно, смотрим второе. Один из грабителей действовал, ну, как, не знаю, короче, ставил на шухере, я не знаю, как это сказать литературно, в то время как другие грабили банк. И у нас опять та же самая дилемма. У нас есть look out, есть такое выражение, и есть outlook, тоже есть такое выражение. Мы все знаем, Microsoft outlook, есть же такое. В чем разница? Look out – это оглядываться по сторонам, смотреть по сторонам. Если я знаю такой фразовый глагол, значит, скорее всего, у меня будет look out, и именно так оно и будет. Look out – это кроме того, что смотреть по сторонам, это еще и выглядывать чего-то, следить за местностью, за ситуацией и все такое. Outlook – это немножко другое, это осмотр чего-нибудь. Ну, опять же, грань тонка, но, тем не менее, она есть. Ну, и здесь просто надо знать, что look out – есть фразовый глагол, а outlook – нет такого фразового глагола. Это как раз, опять же, из серии приставка глагол. Ладно, смотрим третье. Внезапно начался сильный дождь или ливень, и мы все промокли. Здесь, опять же, нет альтернативы, здесь downpour будет, это ливень. С другой стороны, у меня есть выражение или фразовый глагол pour down. Это как раз лить о дожде. The rain poured down – дождь лил, как из ведра. Ну, вот от него образовано существительное downpour. Ну, что я могу сказать на это? Надо просто знать слова, не более того. Здесь никакой интеллектуальной деятельности нет, здесь просто тупое запоминание. Далее четвертое. Начало войны в 1914 году изменило Европу навсегда. У нас есть фразовый глагол breakout, и это как раз речь идет о войне, о революции, о каких-то бедствиях, о каких-то таких ужасных событиях, будем говорить. Но начало, когда мне нужно сказать начало, мне нужно out переставить вот сюда, и тогда у меня получится phrasal noun, поэтому здесь у меня будет outbrake. Далее пятое. Liftoff или offlift is scheduled on 7 on Friday, and the shuttle will arrive at the space station later that day. Старт, по-видимому, ракеты, старт шаттла запланирован на 7 часов в пятницу, и шаттл в этот же день, немножко позже прибудет на космическую станцию. Здесь у меня будет liftoff, опять же, это просто знание слов, но здесь можно по аналогии оттолкнуться от того, что take-off – это взлетать, когда речь идет о самолете, когда обычно взлет вот такой плавный, а liftoff – это больше подниматься. Обычно liftoff – речь идет о вертолете или о ракете, то есть взлет у меня вот такой вот, со стартовой площадки откуда-то. Не с взлетной полосы, а со стартовой площадки. И далее шестное. There was a break-in или in-break, поди его знай, at our office last night, two computers were stolen. Значит, прошлым вечером в нашем офисе случилась кража со взломом, или ограбление со взломом, как угодно. Были украдены два компьютера. Итак, ну здесь можно чисто с точки зрения здравого смысла. In-break – вот такое мы вряд ли где-то встретим, поэтому здесь ясное дело, что будет break-in. Break-in иногда можно встретить написанное вместе, в этом нет проблемы, но лучше все-таки писать через дефис, потому что, ну, сами видите, чтобы не перепутать просто со словом breaking. Есть выражение break-in или into, есть и такое, то есть вламываться куда-то. Обычно вламываться с целью обокрасть, ограбить и все такое. То есть, по сути, незаконное проникновение, можно и так говорить. Вот такие вот интересные phrasal nouns. Ну, как на мой опинин, четвертое упражнение было интереснее, чем второе. Второе – это механическое соединение двух слов в одно, не больно-то, интересно. А вот четвертое – здесь нужно включить немножечко логики, буквально 5-7%, и все остальное – это знание или словарь, не более того. Опять же, эти выражения надо коллекционировать, потому что, ну, иногда, сами видите, логически додумать, почему так, а не эдак, довольно сложно, если я не знаю слов. То есть, здесь просто нужно зубрить, зубрить и зубрить эти все слова. Скажу, что всей этой страницы будет по ссылке в описании видео, равно как и ссылка на теорию по теме. Напоминаю, что это книга Advanced Phrasal Verbs in Use. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.